Пить бросил, курить бросил, а вот сладкого не могу. Это тянет, тянет. Как вечер, так вот. Жена холодильник закрывает. Больным диабетам приходится пристально следить за своим питанием. Сесть конфетку они могут лишь при очень низком сахаре в крови. 72-летний барнаулец диабет второго типа заработал, как он говорит, после ликвидации аварии в Чернобыле. И теперь уже долгие годы на таблетках. Правда, обходится без инсулина. К слову, прямой связи между страстью к шоколаду и диабетом нет. Есть другая между ожирением и диабетом. Если человек имеет ожирение и не ест сладкое, он не провоцирует свою поджелудочную железу. То есть поджелудочная железа перенагружается. Понимаете, вот лошадь, она тянет воз, да? Воз тяжелый, ей тяжело. Если эту лошадь стягать, она просто упадет и умрет. Если эту лошадь постараться разгрузить, если ее не нагружать лишними углеводами, если попытаться этот воз как-то вот уменьшить, лошадь побежит в гору сама. Это, конечно, касается больше людей с диабетом второго типа. Первый чаще передается по наследству и считается аутоиммунным заболеванием, ведь при нем нарушается иммунитет. Но диабетчики любого типа тяжелее других переносят коронавирусную инфекцию. Высокая смертность. За последний год она выросла с 12 до 20 процентов. Поэтому эндокринологи выступают за вакцинацию таких больных. Я позвонила заведующей нашей третьей пульмонологии, которая эндокринолог высшей категории, и сказала, Татьяна Александровна, скажите мне, пожалуйста, на духу, вот у нас каким образом, сколько у вас там в ковидном госпитале, в тяжелом состоянии лежит пациентов вакцинированных? Она говорит, единицы. Из-за ковида попасть на прием к эндокринологам стало сложнее, говорят специалисты. Но здесь на помощь должны прийти терапевты и вовремя по анализам направлять людей на лечение. Эндокринологические отделения сейчас есть в Рубцовске, Бийске и Краево-клиническое Барнаула. Здесь вновь заболевших учат, как жить с диабетом. Многие пациенты получают современные инсулиновые помпы. Слава богу, у нас возможности у нашего отделения такие есть. Конечно, хотелось бы больше, хотелось бы не ограничивать себя в назначении лекарственных препаратов и применении тех же высоких технологий в виде помповой инсулинотерапии. Но это уже повседневная жизнь больных. А вот чтобы избежать заболевания вторым типом диабета, врачи советуют вести здоровый образ жизни. Правильно питаться, больше двигаться, следить за давлением, холестерином и массой тела. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком.